С гидроизоляцией здесь они, к сожалению, забили, сдали. Здесь, знаете, такое ощущение, что стенка уехала. Смотрите, какая дырень вообще просто. Как это так? Ну, смотрите на ручку. Бизнес-класс. Здесь еще идет ремонт. Но сидеть я на ней не советую. За что вы так не любите санкт-петербуржцев? Реально, трава классная, крутая. Подсветка все здорово, но вот такое ощущение, что они его ломом пробивали. Обратите внимание, друзья. Вот, смотрите. И она все обратно не идет. В общем, смотрите, ровно не смогли сделать. Большие цифры такие же, как и в межквартирных коридорах. Красивые ровные стенки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть где-то стеночка поровнее, а где-то она покривее. Я такое вижу первый раз. Если только не смотреть внимательно. Но мне не нравится вот эта убожественная дверь. Нафига вы выдаёте людям ключи? Но они не смогли это сделать. Вот это проблемное место. Друзья, обратите внимание, как здесь красиво в лифте. Ровно, красиво, молодцы. Эстетично смотрятся два китайских черных самореза. Ну и в традициях санкт-петербургских новостроек. У меня перед входом канализационный люк. Знаю, почему они не могут. Деревьев здесь, как мы с вами видим, нет. Но, наверное, так заложено проектом. Друзья, добрый день. Я Андрей Артёмов. Мы с вами на мосту через речку Смоленки на Васильевском острове. А 7 июня 2023 года московский застройщик сдал свой бизнес-класс, который называется «Дом на Васильевском». И я помню эти прекрасные рендеры, и все ожидали, что все-таки это Москва, а не Питер. И должно быть все четко и красиво, как на их картинках. Но идемте посмотрим, все ли так на самом деле. Знаете, первое, что я вспоминаю, это как выглядела набережная. Если посмотреть вот здесь, то как-то она, друзья, по мне, не соответствует тому, что презентовал застройщик. Какое-то ограждение, типа трава, прогулочная зона, никакой плитки набивной покрытия. Здесь мы с вами видим еще недоделанная идет работа. Укладывают брусчатку. Ну и давайте посмотрим, что же здесь. Есть сразу адрес, есть нумерация подъездов, где какая квартира, сразу видно. Брусчатка, которую подготовили куда-то укладывать. Странно, что дом сдали, а до сих пор это все стоит. То ли, соответственно, это куда-то увезут, то ли будут выкладывать. Деревьев здесь, как мы с вами видим, нет, кустов здесь тоже нет, но зато красивая газонная трава. Из плюсов места есть под установку кондиционеров. Фасады местами не такие ровные, как, например, хотелось бы мне. Вот мы можем с вами обратить внимание вот на это место. Обратите внимание, где у короба под кондиционер и какое расстояние, и уже какое расстояние здесь. Ну, аналогично здесь. Здесь оставили малярный скотч. Ну, наверное, так заложено проектом. Ну, что у нас скотч? Вот здесь остался малярный, висит. Да, фасад, конечно, не такой ровный. Вблизи, когда это смотришь издалека, он смотрится лучше, чем он смотрится вблизи. Ну, зато везде обратите внимание реклама, продажа коммерческих помещений и выдача ключей. Ну, своя набережная, конечно, это можно назвать. Ну, вот здесь уже покосившийся заборчик. Ну, как-то до бизнес-класса, я считаю, это очень сильно не дотянуло вот эту территорию, по крайней мере, здесь, которую сделал здесь застройщик. Ну, надеюсь, конечно, они со временем, как все говорят, исправят, потому что дом они типа недавно сдали. Молодцы. Напомню, что в соответствии с 55-й статьей градостроительного кодекса, чтобы получить разрешение на вот в эксплуатацию, мало того, что нужно подключить ко всем коммуникациям, инженерным системам, так еще и нужно, чтобы проект, чтобы дом соответствовал 100% проекта. Ну, вот мы видим с вами, как соответствует этот дом. Панели красивые, декоративные смотрятся. Ну, вот наверху, конечно, вот такие моменты видны. Я не знаю, почему они не могут сделать это ровно. И везде разное расстояние. Кривые панели, либо кривые руки у сотрудников. Здесь не только разница по вертикали, но и также по горизонтали у этих панелей. Здесь мы уже видим парковку. Это практически вся территория этого бизнес-класса. Ну, вот видно уже на замену, наверное, привезли стеклопакеты. Основная проблема новостроек. Первый подъезд, нумерация квартир. Ну, что-то как-то... Я бы хотел видеть, например, брусчаточку к своему дому. А здесь вместо брусчатки набивное покрытие. Причем все кривое, косое. Вот здесь будет скапливаться постоянно вода. Потому что канализационные люки, они вот. И тоже здесь какая-то большая. Вот странно, знаете, в проекте, почему у меня перед входом канализационный люк. Для чего? Для того, чтобы я вкушал ароматы. Большая цифра 1. Мы сразу с вами видим, что это первый подъезд, и какие здесь квартиры. Заходим. Алюминиевые двери. Здесь у нас специальная щетка для вытирания ног. Что-то она какая-то хлябенькая. Здесь обычно китайская недорогая подсветка, которая видна. Смотрится как-то это по мне. Но не очень-то по бизнес-классу. Система домофонов Bass IP. Надеюсь, у них нормальный сервер, и жильцам не придется скидываться. Тут мы видим пыль. Смотрите, ничего не убрали. Зато, смотрите, полочки какие-то есть. Только, знаете, мне непонятно, для чего вот эта полка, что сюда класть. Жители навряд ли сюда что-то будут класть. А вот некоторые индивидуумы, которые делают заначки, возможно. Смотрите, классные почтовые ящики. Очень похожи на европейские. Смотрятся они красиво. Сделаны заподлицо стеной. Вот такой золотистый конвертик, что мы понимаем, что это почта. Но, к примеру, в формате 4 или чуть больше конверт. Сюда уже тяжело будет, придется его, знаете, сгибать и засовывать. Но смотрится красиво. Есть колясочная. Доступ по, соответственно, картам. Ну, вот сейчас на данный момент все открыто. Можно зайти посмотреть. Из плюсов, что прямо из колясочной можно, соответственно, выйти на улицу. Это для монтажа велосипедов крепления. Здесь большое окно. Слушайте, молодцы, хорошо сделали. Знаете, есть немножко такие нюансы, что нужно быть чуть-чуть поаккуратнее. У нас здесь натяжной потолок. Ну и в традициях санкт-петербургских новостроек о пожарной безопасности мало кто думает. И защитные колпачки почему-то не принято снимать. Ну, наверное, если все сгорят, то и претензий к застройщику будет меньше. Это теплый пол. Ну, ничего себе. Для чего он только в колясочной, честно говоря, непонятно. Здесь можно посидеть, отдохнуть, кого-то подождать. Пыльная лампочка. Я бы, конечно, попросил бы, чтобы это все протерли. Эстетично смотрятся два китайских черных самореза. Очень и очень все по бизнес-классу. На полу, обратите внимание, дом на Васильевском. Да, вот это смотрится красиво. И от нее, знаете, такая идет линия, прямо, я так понимаю, к лифтам. Потому что никаких указателей нет. Вот там мы видим лестницу за этой убогой дверью. Здесь мы видим самый дешевый лючок для обслуживания инженерных коммуникаций. И он, знаете, еще почему-то не открывается. Вот его нужно будет вырывать. Санузел. Для собак, похоже. Закрыто. Здесь уже трещина. Классно сделали. Смотрите, как качественно, что уже трещина пошла. Слышите звук? Это вот здесь что-то щелкает. Молодцы. Очень круто. Вы знаете, вот здесь что-то не хватает. Здесь должно, наверное, было что-то быть внутри. Я уже не помню. По рендерам напишите, друзья, в комментариях. И вот здесь ощущение, что какие-то нужно было цветочки посадить, чтобы это было, знаете, вот так красиво. Сама отделка мне нравится. Цвет приятный такой, светло-серый. Ровная стенка без какой-то дурацкой накиданной штукатурки. Здесь мы с вами видим плитку. Подрез плитки. Обратите внимание, что сделано на тупом инструменте. Могли бы это все сделать ровно. Они, похоже, болгаркой пилили. Ну и так пойдет. Это же все-таки бизнес-класс. Входная группа. Друзья, это комфорт-класс в шушарах. Вот только обратите внимание на масштаб. Шикарно смотрятся почтовые ящики. Здесь, я так понимаю, сверху будет озеленение. Здесь можно посидеть. Смотрите, какая подрезка плитки. Как круто сделано. Вазоны для цветов. Здесь обрамление плитки сделано красиво. Черные двери смоются прикольно. Вот здесь, знаете, вот как раньше были указатели такие механические. На каком этаже находится лифть, едет он или стоит. Ну, вот здесь что-то как-то сделано. Знаете, пустовато, что-то не хватает. Есть указатель, на каком этаже находится, соответственно, квартира. К примеру, квартира 42, она находится на восьмом этаже. Ровно, красиво, молодцы. Но дверь, конечно, не мешала бы отмыть. Ну что, едем на последний этаж. Друзья, обратите внимание, как здесь красиво в лифте. Можно только сказать большое спасибо застройщику, что он из лифтовой кабины сделал действительно лифтовую кабину, а не строительный вагончик. Лифты у нас производства компании «Альбрус». Если не ошибаюсь, это наши российские лифты. Если я ошибся, друзья, обязательно поправьте меня. Еще одна, друзья, входная группа. И здесь аналогичная красота. Оно мы видим с вами открытый пассажирский лифт. Блин, смотрите, как круто. Как круто графика сделана. Десятый этаж, большая цифра. Двери уже намного дешевле. Был бы алюминий, смотрелось бы, ну, блин, красиво. Но вот этот металл, блин, ну как-то смоется убого. Но зато широкие створки. Конечно, нужно все отмывать лучше. Почему вот это все, вот это такое? Это, я не знаю, это все уже не отмывается? Либо вы специальным средством мыли его так накосячили? Здесь окно можно открыть. Обычный стеклопакет. Двухкамерный. Ничего такого нет. Но зато есть классно сделанное примыкание. И вот почему-то я полагаю, что вот это, уже вот видите, штукатурка вздыбилась. Вот это проблемное место этого жилого комплекса. Не считая того, что здесь достаточно кривоватенько сделали фасад. Старались, но не достарались. Обратите внимание на расстояние между плитками. Это четко видно по вертикальным линиям. Так же вот как они угол этот сделали, делали. Но они не смогли это сделать. А вот так у нас уже, друзья, смотрится двор с высоты 10 этажа. Напомню, здесь территория очень маленькая у комплекса. Поэтому комплекс делал вот такие стеллобатики. И на них разместил детские спортивные площадки. Потому что положено по-другому им не сдать. Ну и мы с вами видим, что нафига вы выдаёте людям ключи, если у вас здесь, как говорится, ещё кот не валялся. Нафига вы всё это сделали, если бы можно было сделать, а потом уже сдать. Но они хотят как можно быстрее, чтобы вы приняли квартиры и начинали оплачивать коммуналку их управляющей компании. Нормальный значок, то что эта лестница современная, красивая, всё лаконично, мне нравится. Но мне не нравится вот эта убожественная дверь. Из плюсов, выходя вот сюда... Блин! Почему кто-то смог это сделать, а в большинстве случаев не могут? И обратите внимание, что мне, кстати, нравится, что здесь нет вот этих дурацких пластиковых подоконников, а здесь реально просто вот они положили плитку. Это смотрится намного интереснее. Где стекло, где алюминий? Почему в бизнес-классе это всё вот так по-уродски? Так, смотрим. Груза, пассажирский лифт, пассажирский. На каком этаже едет лифт? Есть нумерация на всех этажах. Защитные колпачки не сняли. Вот здесь у нас получается раз потолок, два потолка. Здесь всё в пылище, друзья. Я не понимаю, почему москвичи не могли это всё отмыть. Почему? Вот, смотрите, всё в пылище, всё. Ну, мало того, что ещё и потолочек, знаете, здесь сделан не так-то ровно, наверное, как хотелось. Здесь забрало, установлено ровно, но вот видите, вот такое место осталось. Здесь надо было просто пройти герметиком, и всё бы это закрылось, и было бы красиво. А люк для инженерных систем обслуживания, ну, тоже взяли одно из самых дешёвых решений, что только могли сделать. Ну, и обратите внимание на светильники. Вроде смотрится всё неплохо, если только не смотреть внимательно. Когда, конечно, их монтировали, я не знаю, о чём они думали, и кто это всё принимал. Ну, раз дом сдали, значит, всё согласно проекту. Смотрите, какой сделан доводчик в виде магнита. Я даже не знаю... А, кнопочку надо нажать, да? Ух ты! Слушайте, я такое вижу первый раз. Обратите внимание, что ничем не раздолбит стенку. Мы подводим дверь, хоп, и всё. Слушайте, молодцы. Вон, видите, как и держится крепко. Коридор межквартирный. Сразу видна трещина, которую заделывали. Прикольно. Но сам коридор, обратите внимание, как красиво смотрится. Мне нравится, мне нравится. Значит, здесь вот такую сделали дверьку. Расположены у нас шкафы для пожаротушения. Видны рукава для пожаротушения. Блок СКЦ. Здесь засыпано всё керамзитом для шумоизоляции. И вот шкаф смоется прикольно. Здесь тоже есть шкаф. Здесь приоткрыто. Смотрите, как всё сделали. На ревизоровских ящиках. Но вот, знаете, их, слышите, да, их не мешало бы настроить. Вот оттуда сыпется мусор строительный. Вот такие места сразу вызывают у меня какое-то, знаете, застройщик не уважает, похоже, людей. Вот это уплотнитель. Ну вот это мелочь. Но нужно снимать показания. Кто-то это должен делать. Из плюсов, конечно, что хотя бы они смогли распечатать всё-таки красивые бумажки, а не написать маркером, как это бывает. Ну и здесь пока, видите, всё подписано красивенько. Но короба все уже вскрыты. Или это так уже было от застройщика, я не знаю. Ну раз недавно сдали, скорее всего, так и было. Вот здесь, кстати, красиво сделано, забрал. Обратите внимание. Оповещатели, есть знаки, красивый коридор. Ну вот есть тоже места такие, как примыкание наличников. Вот здесь, если ещё нормальное примыкание, то вот здесь, друзья, обратите внимание, что с примыканием немножечко по-другому. То есть где-то стеночка поровнее, а где-то она покривее. Нумерация квартир красиво смотрится. Молодцы. Здесь огромное количество квартир. Просто огромное для бизнес-класса, я считаю, в этом коридоре. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять квартир. Но единственное из плюсов, чтобы не было ощущения, что вы находитесь в общежитии, оно вот здесь идёт буквой Г. Я вот сейчас говорю и слышу эхо. Круто. Потолок. Красивый потолок. Не дешёвый. Как это подвесной, как часто это делают застройщики. И, конечно же, огромный респект застройщику за красивые ровные стенки. Но вот если смотреть, обратить внимание на эти места, здесь видно, что были трещины. Они это заделывали, затирали. И это совсем уже по-другому смотрит. То есть это бросается в глаза. Почему здесь была трещина? Ну, здесь, наверное, скорее всего, сходятся блоки. И, соответственно, пошла эта трещина. Но не смогли они сделать. Что ж поделать. Москвичи. Что у нас здесь? Тихо. Какие-то запасные части у нас есть. Это оставил застройщик. Ну, здесь всё. Остальное тоже самое. И трещина аналогична. Сами двери. Само вот это панно. По мне, смотрится красиво. Сказать, что это бизнес-класс, я бы, наверное, всё-таки назвал бы это комфортом. Красивая фурнитура. То ли она вот так должна быть, то ли её нужно было закрепить. Большое количество пыли. Зато два замка. Красивый на нормальном уровне, как и в выключателе света, звонок в квартиру. Но, соответственно, так как это белое, вот здесь бы, конечно, не хватало, знаете, вот такую сделать пластиковую штуку. Помню, раньше такие продавались. Вот оставляется. Когда ты нажимаешь, то вот стенка останется белая. По мне, это было бы лучше и правильнее. А так, достаточно красиво. Но не могу вот понять, знаете, вот на эти лампы смотришь, то ли их много, то ли, знаете, даже, может быть, немного, может быть, надо было светильники чуть короче брать. Потому что они достаточно, наверное, за 20 сантиметров в длину, эти светильники сделать покороче, как-то так найти, такой больничный вариант какой-то. А здесь еще из плюсов две кнопки вызова. То есть, вот можно вызвать грузопассажирский лифт. Но, видите, он почему-то не работает. Ну, ничего страшного, пройдемся с вами, друзья, пешком. Заодно посмотрим лестничные марши. Молодцы. Смотрите. Большие цифры такие же, как и в межквартирных коридорах. Ограждающая конструкция. То есть, знаете, вот это просто обычный металл. Хорошо окрашенный, держится крепко и смотрится красиво. Никакого линолеума, плавания и всего остального. Лестничные марши покрыты специальной краской, которую мы видим с вами в океях и в лентах. И обратите внимание, как ровненько они сделали светильник. Да, 90 градусов не смогли сделать. Сделали так, как смогли. Вот здесь очень много мест таких неаккуратных. Это, конечно, мелочь. Но когда ты будешь здесь ходить, то на это будешь обращать внимание. И вот здесь, конечно, придется управляющей компанией достаточно периодически убирать пыль. И марши закреплены вот на анкерах. Значит, не должно быть ржавчины. Отсюда я обратил внимание на то, что вот видны насосы по дымоудалению. Ну и, конечно, вот все вот эти подводки к нему смотрятся ужасно. Если бы это было бы на самом верху, на самой крыше, это смотрелось бы совсем по-другому. То есть мы бы этого не видели, и так бы это в глаза, друзья, бы не бросалось. Ну, конечно, вот это все, вот это смотрится просто убожественно. Кривущий фасад. Ровно не смогли сделать. Здесь герметика просто перелили. Здесь его не хватает. Ну, вот про этот угол я уже говорил. Здесь уже видно, что начинает отходить штукатурка. Штукатурка. Качество, конечно, налицо. Здесь у нас самая обычная стандартная фурнитура. Но спасибо, что хотя бы двухкамерные стеклопакеты. Пыли много, штукатурки, видите. Могли бы все это подмести и убрать, но, к сожалению, видно уже не судьба. Спешили как можно быстрее сдать свой объект. По лестничному маршу очень легко подниматься, видеть вот такие. Видите, они наклеечку клеили. Она приклеивается-то плохо, нужно было в рамке это все сделать. Но вот они, наклейка-то дешевле стоит. Двенадцатый этаж. Здесь мы видим направляющий под гипсокартон. Вот такую красивую неказистую дверь с двумя ступенями. Выходом на кровлю. Здесь у нас открыто. Можно выйти и полезть наверх. Вот веревка есть. Для чего оставили, непонятно. Здесь видно, что нормально идет спуск. Обратите внимание, что здесь стоит как ваня вот такая штука. И внутри там сетка видна. Большое количество строительного мусора. Не понимаю, почему его здесь столько. Видно, когда штукатурили стены. Ну, это такой, знаете, как балкончик для курильщика. Ну, отсюда виден хорошо фасад. Снизу этого не видно, но сверху все видно, что панели, то ли панели все кривущие, то ли смонтировать их ровно. Застройщик, к сожалению, не смог. Так, вот я смотрю, есть корзины под внешние блоки кондиционеров. Но вижу, что... Не вижу, вернее, я здесь выводов под конденсат и под электрику. То есть, жители должны это делать все сами. Напомню, что вот эта стена, это сделано по технологии мокрого фасада. Идет основание стены, к нему крепят утеплитель, сетку штукатурят и окрашивают. Соответственно, когда будут это сверлить, то, возможно, выпадание части стены. Ну, и, соответственно, надо было застройщику изначально заложить это в проект, что это все есть от застройщика. К примеру, делает пик. Здесь достаточно высоко, метра четыре, четыре с половиной, не полезу наверх, не хочу. Хотя, наверное, надо. В общем, смотрите, вот она кровля. Здесь, конечно, огромное количество дефлекторов. Вон наверху человек. Второй человек что-то тут делают. Конечно, все очень здорово, что здесь далее ходят какие-то непонятные люди. Что-то они тут делают. Но сверху вроде так все ничего. Не считая большого количества мусора, оставленного здесь от застройщика. И вот такого количества кабеля. Ну, и также, если обратить внимание, то лестница не прошла никакой проверки. Потому что я здесь нигде не вижу никакой таблички. Снова наш двенадцатый этаж. И идемте смотреть, что у нас здесь. Первое, конечно, здесь у нас лифтовое оборудование. И вот на последнем этаже это оборудование смотрится, но очень неказисто. Могли бы углубить, закрыть, сделать красиво. Или, если не получается, нельзя углубить, то стенку вынести, сделать заподлицо, красивенько, за красивой дверью. Но, к сожалению, это не судьба. Зато есть аналогичный магнитный доводчик. Вот он прямо сюда чпук. И чтобы открыть, надо кнопочку нажать. Я такого не помню у нас. Видно, московская тема. Ну вот. Вот, смотрите. И она все обратно не идет. На ручку смотрите, друзья. Раз. И она вот заела. Она наверх сама не выходит. Заедает ручка. Надо уже обращаться по гарантии. Дом только сдали. Начнем к видеонаблюдению. Розеточка. И здесь, видите, как чертили, рисочку оставили. Не убрали. Здравствуйте. Добрый день. Ремонт делаете? Ну, типа. Можешь зайти посмотреть? Я Андрей, я блогер. Заходи. Это вот от застройщика же, да, стенки? Нет. А, это уже вы штукатурили. Нет, штукатурены они были, а шпаклевали. А, вы шпаклевали. Понятно. А штукатурка как, ровно было? Да. Слушай, это вот на моем веку очень-очень редко вот так вот встречается, чтобы стены вообще не были. Ровные были. Сейчас. Наливные полы уже, да, здесь сделали? Это нет, это равнитель. А, ну, равнитель, равнитель, да-да-да. Так, сантехника. Ну-ка, что у нас тут? Не было сантехника. Сантехники нет, я смотрю, значит, конвенционная труба обычная, вентиляция, соответственно, вентблок тоже обычный. Из плюсов здесь, конечно, высота потолка очень выше, и нормально сделана гидроизоляция. При входе мы видим, что группа автоматов, они втопили в стенку. Это, видимо, под роутер. По электрике вроде нормально тогда все. Тут, кстати, медные провода или алюминий? Да, медные. Так, это у нас провод под звонок. Не звонок, а радио. А, радио. Ничего себе. Так, у нас получается двухкомнатная, да, квартира? Двухкомнатная. Да, с классным видом на соседний дом. И на залив. И на залив? Да. Через вот так видно, да? С балконом. А, ну, в принципе, я сюда должен увидеть его, а там, где живут. А это у нас... А, еще одна ванная. Ванная, да. Ух ты, от застройщика есть здесь. Нет. А, все, это уже выставили. Я думаю, ничего себе удивился. Ну, с венканалным блоком все понятно. Здесь, если обратить внимание, у меня такое ощущение, что они его ломом пробивали. Обратите внимание, друзья. То есть, сделано так, конечно, не очень. Но зато есть противопожарная муфта в потолке. А технологическое отверстие, само обратите внимание, что чеканка оставляет желать лучшего. Оставили там дощечки, чтобы, наверное, видели все. Или крепить к ним что-то нужно было. Ну, в общем, конечно, так. Так, вода от застройщика, да, уже выводы были? Да, да, все от застройщика, все. Больше ничего нет. Поэтому у меня замечаний нет. Хорошо, даже сделана гидроизоляция. Ну что, друзья, при помощи моей электронной рулетки давайте измерим высоту потолка. 12 этаж, 2,90. Ну, для бизнес-класса, я считаю, нормально. А как считаете вы? А здесь у нас, друзья, коллекторные. Давайте-ка посмотрим. Ох ты, какой звук. Про-аква-коллекторы. Счетчики. Фильтр, запорная арматура. Ну, вот смотрите, так, вот здесь у нас просто заглушка. Вот у нас для отвода воздуха клапан стоит. Вон, смотрите, как закрепили. Бизнес-класс. Смотрите, как все трясется. Вот это косяк. Надо все дозакрепить. Вот этот получше. Хотя бы вроде как ровненько сделали. Вот эти крепко стоят. Для шумоизоляции, обратите внимание, все засыпали теплоизоляцией керамзитом. Здесь мы видим стаканы все ржавые. Могли бы их хотя бы окрасить, но и так пойдет бизнес-класс. Как ни крути. Вот так. Бывало и лучше. Моторизированный шаровый кран. Из того, что хотелось, вот заходим, получается, в межквартирный коридор. Вот здесь не хватает мне лично таблички с указателем, где какая находится квартира. И еще, вот эта подсветка все здорово, но вот это место, это будет настоящий пылесборник. Вот. Здесь и так уже куча пыли. Ее, к сожалению, никто почему-то не удосужился убрать. Ну, смотрите, а здесь ручка есть, а там нет. О как. Ну, так себе. Мусора куча оставили. Все это, конечно, надо выгребать. О, ну-ка, здесь у нас не опечатано. Ну, слушайте, все на месте. Молодцы. Ну, вот спускаемся. Вы спускаетесь по лестнице, к примеру. Десятый этаж, пошли к соседям. Светильники все почему-то кривые. И вот сюда идешь, блин, ну, хотя бы здесь был бы указатель. Ну, как по логике, да. Почему такая дверь, почему нельзя было алюминий сделать там. Ну, хотя бы в этой двери бы выпилили, сделали бы окно. И вот сюда идешь, и здесь вот тоже вот такая дверь. Ну, как-то по мне это все не очень смотрится красиво. Пятый этаж. И здесь у нас радиатор отопления. Ну, и, конечно же, обратите внимание, как красиво все окрасили. Как все это смотрится. Ну, просто загляденье. Ну, и, конечно же, во лучших традициях эллистичных марш. Обратите внимание, второй этаж. Здесь просто окрасили. А здесь уже все в плитке. Дно до второго этажа. Вот тебе, друзья, и бизнес-класс. Дворовая территория. Заезд. Куда у нас? Не, а выезд. Это заезд. Здесь мы с вами видим, что снят частично грунт, или его здесь просто не было. Трактор. И что-то будут делать. Да делают, наверное. Красивая трава. Реально трава. Классная. Крутая. Это у нас подсветочка, я так понимаю. Красивенькая. Ну, вот здесь вот так достаточно уютно. Не считая того, что это маленькая, друзья, территория. Парковки есть для маломобильных групп населения. Здесь почему-то вообще в паркинге никакой отделки нет. Обратите внимание, обычный СКЦ-камень. Немного гидроизоляции. Здесь еще у нас идут работы. Интересно сделали. Бетон, конечно, здесь они вылили недостаточно ровно. Могли бы это все отшлифовать, но, видно, уже это не судьба. Что отшлифовывать, к сожалению, никто не будет. Здесь, полагаю, досыпят земли, посадят какие-то кустики. Земли здесь очень мало. Обратите внимание, просто вот газоны, рулонные газоны. И здесь сразу идет гравий. Тут у нас асфальт. Это все выглядит очень неказисто. Ощущение того, что это с данным объектом у меня, к сожалению, нет. Потому что здесь обычная стройка. Вон торчит арматура. На арматуре могли бы здесь, где же люди уже, специально есть такие наконечники для того, пластиковые, чтобы не убиться. Какой-то стройматериал нивелиром измерять для того, чтобы ровно строители выложили плитку в бизнес-классе. Вот видите, по знакам здесь тоже парковка для маломобильных групп населения. Ну и чтобы нам подняться наверх, застройщик сделал из металла вот такую лестницу. Ну давайте поднимемся. И вот знаете, вот тоже вот здесь выход. Надо было какие-то делать указатели, что кто, куда, что нужно выходить. Потому что не все, естественно, все знают. Через какое-то время ты узнаешь, а пока нет. Ну тоже достаточно интересные конструкции. А что они здесь делают в данном доме, непонятно. Отсутствует вообще какое-либо здесь покрытие. Только гравий и песок. Здесь мы видим электрическую временку. Ну что-то как-то это... Тут все в ржавчине. В Беларуси снимал жилой комплекс Пирс. Там тоже из металла сделана лестница наверх. Но, друзья, как она там выглядит красиво по сравнению с этим проектом. Выходы на парковке. Вот так выглядит паркинг. Паркинг многоэтажный, поэтому можно не бояться, что кто-то здесь утонет. Обычный паркинг. В принципе, все места размечены. Ширма вот такая, ворота закрывает. У каждого есть свое место. Но, по мне, сам заезд сюда, ну, такой достаточно крутоватый. Но при этом широкий. Бывало видел еще, кстати, уже. Вид на помойку. И соседний, давно сданный дом. Барабанная дробь. О, смотрите, у москвичей-то не украли. Ну-ка, может даже зумер будет работать? Нет зумера здесь. Нет пожаротушения. Наверное, забыли подключить в сданном доме. А вот и сама детская площадка. Тут, конечно, не хватало бы какой-нибудь желтой ленты. Ух! Хотя бы вот так, не знаю, еще подигонали бы, пустили бы металл. Ну, вот видите, уже ржавчина пошла после дождя. Так качественно все здесь окрашено. Здесь такой штакетник. Блин, какое-то позорище, реально. Подзорище. Это типа что, песочница такая? Ну, хоть это работает. Ну, что у нас получается? Вот такое гнездо для детей. О, хоть тут держится крепко. Тут, соответственно, что-то еще у них было. Я уже не помню, что по проекту. Вот она, ливневочка. Освещение. Раз дохлое дерево, два дохлое дерево. Уважаемые москвичи, за что вы так не любите санкт-петербуржцев? И деревья. Смотрите, второе гнездо. Скамейки посидеть. А, и третье гнездо. О, вся детская площадка. А разве на рендерах так было нарисовано? Кто помнит, напишите в комментарии. Вот здесь, соответственно, отделка уже такая. Понятно, мокрый фасад. Уже неказистая, достаточно некрасивая. Единственное, что вот здесь с высоты можем посмотреть на сам фасад. То есть вот эта часть отмыта. Хоть в этом, спасибо, неплохо все. Вот у нас какие-то есть урны, только непонятно, что тут должно быть. Наверное, может быть трава газонная, может быть деревца. Ну вот, обратите внимание, они только сейчас выкладывают брусчатку, но при этом дом сдали 30-го, но и 6-го, 23-го года. А студию здесь можно купить от 10 миллионов рублей. Да понятно, здесь все раскупят, потому что метро в 5 минутах ходьбы. Значит, это здесь еще один подъем. Обратите внимание, лестница, точный марш завода. Тут вот такая небольшая щель есть, ничего страшного. Ограждающая конструкция нормальная, просто кирпич. Они его окрасили, а потом сверху нашлепали штукатурку. Блин, налажаемые москвичи. Ну это, блин, вообще какое-то. Вот это что еще, почему-то это все видно. Вообще закрывать не надо, да? И так нормально. Это же Питер, это не Москва. И так пойдет. Надо как-то, возможно, было просто окрасить это все хотя бы без вот этой убожественной штукатурки, которая лично мне напоминает обычные панельные дома. Ну и не только панельные. О, а здесь, чтобы выйти, нужно преодолеть песок. Второй подъезд. Смотрите, как красиво сделали значок. Есть скамейка, но сидеть я на ней не советую, потому что она вся в пылище. Обратите внимание, какое огромное табло показывает. 23 градуса на улице. 22, слушайте, круто. Можно позвонить там, бла-бла-бла. Тут еще и закрыто. Ничего себе, ничего себе. А тут что-то с подсветочкой случилось. Не горит подсветочка китайская. Сломалось. Сделано это, кстати, как-то так, знаете, небрежненько. Вот сами посмотрите, друзья. Обратите внимание. Так себе, так себе. Ну, конечно, когда в данном доме доделают плитку, это будет вот так красиво смотреться. Пока что мы видим, что работы непочатый край. Здесь здорово сделано, что когда ты со двора заходишь в свой подъезд, то здесь получается теплый тамбур. И чтобы тебе уже дальше пройти, тебе, соответственно, нужно приложить свой ключик вот к этому большому планшету и пройти вовнутрь. Здесь можно посидеть. Здесь могут играть дети, указатели. Туалет, кофе или огонь это. Что-то как-то непонятно. Ну, в общем, туалет налево, колясочный направо. Круто. К сожалению, здесь закрыто, но через стекло видно, что здесь еще идет ремонт. Они сдали, но ничего не доделали. Есть горизонт, да, но почему-то не могли сделать горизонт. То есть датчики стоят почти в горизонт, а наклеечку приклеили кривенько. Бизнес-класс. Еще, конечно, здесь из нюансов то, что вы, если вот сюда прошли пешком, обратите внимание, чтобы зайти в свой подъезд, нужно вот идти прямо буквами Г. Люди всегда срезают все. И вот это просто огромная, я считаю, недоработка застройщика. Тех архитекторов, планировщиков, которые вот это все планировали. Должны быть диагонали, а их здесь просто нет. И из-за этого все эти газоны, друзья, рано или поздно затопчут и будут тропинки так вытоптаны, как удобно людям ходить к себе домой. Вот как здесь, к примеру, обратите внимание, что сделан вот такой островок. Если бы вот там были бы такого же плана эллипсы, различные фигуры, то вытоптанной травы бы не было. Потому что здесь удобно вот так по диагоналям заходить и выходить. А там, к сожалению, все сделали почему-то прямо. А вот здесь, кстати, тоже из моментов, если вот это еще смонтировано нормально, а вот это, обратите внимание, то есть вот эта панель металлическая, она вот немножечко вот туда уходит. Молодцы. Красавчики. Ровно не смогли сделать. Минус первый этаж. Минус первый этаж, друзья. Здравствуйте. Какая красота. Тут, видно, что-то подтекало у них. Едет, кстати, на минус первый сразу два лифта. Это большой плюс. Здесь у нас плитка, большое пространство. Единственное из плюсов – большая площадь и вот такая плитка. У меня ощущение, что я попал в какой-то морг, в какой-то подвал. Ну, вот такие конструкции, все это как-то надо закрывать, зашивать. Кривой потолок, мало освещения, но вот как-то не очень. А вот эта стенка из кирпича, надо было ее, считаю, просто окрасить, и нужно было ее покрывать еще дополнительно вот такими каплями штукатурными. Смотрелось бы намного лучше. Это, полагаю, оборудование провайдеров интернета. Здесь мы видим, а нет, не бухтит, это они так бетон закрыли. Слушайте, по инженерному оборудованию, тут, смотрите, пока все так красивенько, ничего не скажешь. Никак у некоторых. Ну, вот есть такие места, например, вот здесь там, видите, пена монтажная торчит. То есть они это просверлили потом не очень-то аккуратно. Здесь склад с оборудованием, смотрите, сколько плитка, унитазы, краска текуриловская, круто. Винкораба, ламинат. Хранится все в подвале, в соответствии с пожарными нормативами. Все, молодцы, сделали. Все как надо. Так, у нас тут выход наверх. Тепловой пункт. Закрыто. Тут у нас что? Закрыто. Еще один тепловой пункт. Закрыто. Электро-счетовая. Ну, посмотрите на ручку. Бизнес-класс. Вы же сюда не будете спускаться. Так, раз сюда спускаемся, значит, здесь должны быть кладовки. А, это клиф. Вот обратите внимание, нет указателя. Вот реально не хватает здесь указателя, где чего находится. Лифт получается вот здесь. И чтобы понять, что он здесь, здесь ничего для него, к сожалению, не сделано. Закрыто. Закрыто. Здесь мы с вами видим следы воды. Это обычный бетон, который окрасили. Вот, блин, ну, такая штукатурка, ну, не очень здорово смоется. Была бы ровная стенка, просто бы окрасили. По мне смотрелось бы намного эффективней. Вот, смотрите, видите, а стакан от стены отходит. Муфту вот так налепили, и так пойдет. Так, влага, влага, влага. Слушайте, ну, ничего себе какой. Получается, у них дополнительно стоит насос, чтобы из вот этого места уходила влага. Ну, тут виден мусор, и что-то еще видно, друзья. Напишите в комментариях, потому что я не вижу. Здесь, обратите внимание, окно открыли, хороший идет поток воздуха. Почему? Потому что здесь в подвале стоит влага. А вот, видите, отверстия дополнительно процверлили, а ничего там нет. Ложанулись, так же и с креплением. Ну, тут либо вопрос к проектировщикам, видите, здесь на стенах аналогично, либо, соответственно, к монтажникам. Не туда посмотрели. Не тот проект открыли. А так, в принципе, плитка, неплохо, но не сравнить с тем, к примеру, что сделал Банаву в Магнифике. Вот там реально очень круто. Минус первый этаж. Обратите внимание, как это все, друзья, выглядит у Банавы. Паркинг. Сюда можно зайти по своему магнитному ключу. Красивый потолок. Смотрится не как у многих. Нет ощущения, что ты попал в какой-то подвал. Так, отсюда мы попадаем еще дальше. Ни одного указателя нет. Зато мы видим следы влаги. И эта влага, друзья, не с потолка. Здесь ничего, нет никаких труб. Также не сняты колпачки. Обратите внимание на стенку, как это все выглядит. Вот это что такое. Вот эти, видите, стержни? Это проблема с гидроизоляцией. И мало того, что здесь проблема с гидроизоляцией, здесь строителям не нужно было мочиться сюда. Здесь, знаете, такое ощущение, что стенка уехала. Смотрите, какая дырень вообще просто. Как это так? Это еще нулевой цикл был. Здесь мы видим пену монтажную. Это типа от гидроизоляции они так сделали. Вот видите, штырь засовывали. Специальный состав закачивали для того, чтобы влага сюда не проходила. Но, к сожалению, вот она видна. Причем давно здесь все проходит. То есть подвалы здесь, друзья, к сожалению, плачут. О, ну ничего себе, ключ забыли, похоже. Да, вот она, оборудование провайдера. Ну, вот все вот в таком говнище. Молодец, провайдер, классный. Кто тут Ростелеком, или кто-то другой. Так, вот у нас еще получается к лифту можно выйти. Ну, вот так выглядит подвал. Слушайте, ну подвал, ну вот видите, тоже вода была. Вот она текла. То есть подвал, не сказать, что самый худший, но и не скажу я то, что это подвал, друзья, бизнес-класса. Потому что, когда по мне ты спускаешься в подвал, он должен выглядеть аналогично, как выглядит обычный межквартирный коридор. Подземный паркинг, никаких указателей. Тут прохладнее. Влагу я здесь пока не вижу. Ну, вот здесь, понятно, да что-то капало. Утеплители накидали. Так, ну-ка, это что у нас тут такое? Ну, ощущение такое. О, выход к парадной, господи. Хоть здесь написали на стенке. А то тут даже непонятно. Я вначале думаю, что это такое? Что за удлинитель куда-то идет? А тут смотрите, что они делают? Сушат, друзья. А почему они сушат? А потому что здесь, обратите внимание, на темные пятна. Это влага. На днях прошел хороший дождь. И, похоже, здесь подзатопило. Вот это все темное. Это вот все, отсюда течет вода. И вот это все темное сейчас. Это, друзья, влага. Вот еще лужи остались. Видите, как блестят. Вот вся стенка, которая как раз к грунту. Здесь же речка. С гидроизоляцией. Здесь они, к сожалению, считаю, конкретно накосячили. Вот у нас такое, смотрите, углубление. Здесь тоже все в воде. А поплавок на самом верху. Но что-то воду не откачивают. И сетка давно уже, к сожалению, сгнила. Тут у нас какие-то два выхода. Идемте смотреть. С отделкой, конечно, здесь какой-то трындец полный. А, это просто у нас выйти можно наверх. Ну, в общем, даже если закрыть глаза на сам этот подвал, что он, я лично считаю, не соответствует бизнес-классу, к сожалению, здесь есть влага. И это достаточно для меня отрицательный момент. Смотрим. Вот эти технологические отверстия, они выливали сразу в монолитное перекрытие. Вот здесь, видите, они заделали более-менее. А здесь такое ощущение, что они просто, знаете, взяли какой-то кусок сюда, бахнули и все. Либо это утеплитель такой, либо это утеплитель просто темноватый и плохо видно. Ну, и так пойдет. Бизнес-класс как ни крути. Вот видно, видите, распаячная коробка. Из нее торчат оголенные провода. Наверное, так и должно быть. Все согласно проекту. Ну, вот паркинг, честно говоря, мне совсем не порадовал, друзья. А как вам? Напишите в комментарии. А здесь мы тоже видим все в воде. Видим, забрал. Обратите внимание, как выступает за сам этот короб. То есть они здесь даже не постарались что-то, знаете, такого нормального сделать. Плитка. Вот, смотрите, какая красотища. А, молодцы, молодцы, молодцы. Ну, что тут скажешь. Жаль, кладовки не посмотрели. Ну, конечно, вот такие места. Тем более, это алюминий, блин. Ну, почему не сделать было сразу хорошо. О, грузопассажирский лифт. Здравствуйте. И обратите внимание на первый, пожалуйста. Здесь, как они все красивенько тоже обшили. Молодцы, хоть постарались. И здесь Тюмель, Москва, Сочи, Казань, Калининград. Какой громкий лифт. Первый этаж. Цифра 1. Выходим. Обратите внимание, лифтовой холл. Вот аналогично. 12 этажей. Минус первое – это парковка. Первое. То есть здесь все, в принципе, неплохо. Не считая того, что уже заляпали черную отделку грязными руками. И вот эти следы, конечно, смотрятся не очень здорово. Интересно, еще с этого будет нормально все убираться или нет, потому что покрытие матовое для собак. Что это для собак? Ага, это у нас лапомойка. И где же в лапомойке включается у нас свет? Здесь нет ни выключателей, ничего. Но зато очень удобно поднял свое животное, помыл лапы и пошел. Ну, я, в принципе, у меня маленькая собака, я это делаю дома. Но зато, смотрите, здесь можно душ самому принять. Большое зеркало. Есть раковина, но нет никакой подводки. Зато сдали дом. Тут, наверное, по датчику света должно все включаться. Но почему-то не включается. Дом на Васильевском. Управляющая компания, как она называется, УК Апстолун, так что ли. Вот видите, они уже все. Берется управляющая компания, ее застройщик ставит временно. А, вот написано так, управляющий индивидуальный предприниматель СЗС, страна Беринга. Круто. Уведомления. То есть они уже, видите, голосуют, еще ключи не передали, а уже начали голосовать. Класс. Управляющая компания застройщик по закону ставит временно. На три месяца у Вас есть право вообще не голосовать, забить на голосование управляющей компании. И, к примеру, выбрать ТСЖ, способ управления, либо выбрать другую управляющую компанию, если Вы этого пожелаете. Здесь алюминий, красивые ручки, санузел. Вау. Ну, тут все аналогично. Тут замутано, видно, чтобы рабочие не ходили. Здесь у нас нет подводок воды. А здесь уже черные ящики, смоются красивенько. Но обратите внимание, что что-то нет ощущения, что это все доделано. Но больше есть такое ощущение, что это еще в процессе какой-то отделки, друзья. Можно еще было походить в другие подъезды и зайти. Ну, конечно, общий вид. Вы знаете, я вот на это смотрю. Смотрите вот сами. Вот на эти места. И это ты ходишь, это видишь. То есть вот такие нюансы. Вроде мелочь. Но это нужно сделать. И сделать сразу один раз. А это забили, сдали, значит, все согласно проекта. Кто будет это, друзья, переделывать? Да никто не будет. Это все вот так, к сожалению, и останется. Конечно, здесь самый основной плюс – это шаговая доступность до станции метро Приморская. И это, друзья, все-таки Васильевский остров. Обратите внимание, что вот тут буквально в трех метрах находится река Смоленко. И метров 10-15 до фундамента вашего дома, который дал слабину. Пишите в комментариях, как вам этот бизнес-класс от московского застройщика. Все ли так, как у него на рендерах, как он презентовал свой объект и собственную набережную. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok